Итак, как и было обещано в прошлый раз, сегодня мы поговорим о методологических аспектах современной ингаляционной анестезии. Наша клиника обладает более чем достаточным опытом работы ингаляционными анестетиками третьего поколения. Опубликовано много не только статей, но и методических руководств, учебных пособий. И 15-летний опыт работы с эвофлураном и уже 5-летний опыт работы с эвофлураном, которым мы работаем начиная с 2015 года, позволяет сделать некоторые выводы и остановиться на некоторых контрапунктах, то есть самой методологии проведения современной ингаляционной анестезии. Ну, прежде всего, наверное, надо будет кратенько вспомнить некие общие правила и дефиниции, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. И хотелось бы, прежде всего, отметить определение потока свежего газа. Понятное дело, что, говоря о современной ингаляционной анестезии, мы имеем в виду прежде всего полузакрытый контур. Так вот, при полузакрытом контуре, если поток свежего газа равен или более 4 литров в минуту, это high-flow anesthesia, высокопоточная анестезия. Если поток свежего газа равен 1 литру, это low-flow anesthesia, то есть низкопоточная анестезия. Именно 1 литр. Ну, а если поток свежего газа менее 1 литра, то это самый экономичный вариант обеспечения ингаляционной анестезии, minimal flow anesthesia. Ну, а в тех случаях, когда мы имеем хорошую наркозно-дыхательную аппаратуру, мы имеем полный газовый мониторинг, мы можем позволить себе поработать и по закрытому, либо маятниковому контуру. Его еще называют порой метаболическим контуром, потому что поток свежего газа будет равен условной потребности в кислороде, который спокойно и легко рассчитывается вот по этой формуле. Зачем мы вспоминаем классификацию потоков? Потому что вы сможете пользоваться тем или иным потоком, прикол в закрытом контуре, который позволит вам объем вашего имеющегося мониторинга состава газо-наркотической смеси. Если у вас нет никакого мониторинга, то вы просто не имеете правил спускаться ниже 4 литров в минуту. 4 и выше литра в минуту. Если у вас есть хотя бы капнограф в операционной, то вы можете позволить себе работать на потоке 2 литра в минуту, но не ниже. Если вы оснащены так, как должно, имеется и газоанализатор, и капнограф, то вы можете работать и в low-flow anesthesia, и minimal flow, и, если потребуется, по закрытому контуру. Однако это не значит, что если у вас нет полного мониторинга состава газо-наркотической смеси, то вы не можете себе позволить работать с современными ингаляционными анестетиками. Есть некие правила, и одно из них я хочу вам напомнить. Его разработал Фридрих Пернгер и поделился любезно несколько лет назад на одном из Европейских конгрессов. Правило 24 для работы десфлураном. Что это такое? Произведение концентрации десфлурана, который вы выставили на испарителе, умноженное на поток свежего газа, не должно превышать цифру 24. То есть, если вы работаете на потоке 2 литра, то на испарителе выше 12% десфлурана вы поставить не можете, иначе будет передозировка. Соответственно, для потока 3 литра концентрация 8, для потока 4 литра концентрация 6 объемных процентов. Для севофлурана, я полагаю, вы все уже давно работаете этим препаратом, там совершенно простая формула. На потоке 4 литра вы можете поставить 2,5 объемных процента, и вы будете, по сути дела, иметь один МАК. Еще один момент. Это болюсная так называемая технология. Так вот, из всех современных анестетиков, болюсы можно производить только с помощью севофлурана. Зачем нам нужен болюс? Затем, что, например, интрооперационно возникает ситуация, когда вам нужно углубить вашу анестезию, то есть вы предвидите травматичный момент или он уже развивается, мы совершенно спокойно можем дать поток свежего газа 6, либо 8 литров в минуту и увеличить концентрацию на испарителе до 6-8 объемных процентов, буквально на 40 секунд, а затем вернуться на круги своя. И вот на этом графике очень отчетливо видно. Смотрите, пациент идет в эквилибриуме, да, в одном МАКе. Нам понадобилось углубить анестезию. Мы повысили поток свежего газа до 6 литров, мы повысили концентрацию до 8 объемных процентов и у нас буквально в течение одной минуты взлетает до 2 МАК концентрация в газонаркотической смеси. Затем мы с вами ушли на прежние параметры вентиляции и параметры на испарители, и поэтому вернулись на привычный уровень. Надо сказать, что деслураном болюсную технологию применять нельзя. Почему? Потому что применение болюса деслурана нежелательно. Так как быстрое увеличение его концентрации способствует приходящему увеличению ЧСС, артериального давления и концентрации катахоламинов в плазме, более даже выраженному при сравнении с таковым при использовании изофлурана. Ну вот такой некий ребаунд эффект, подчеркнутый как производителем, так и в различных наших руководствах. Следующее правило, нужно очень хорошо понимать себе временные рамки достижения так называемого эквилибриума, то есть равновесного состояния, когда концентрация в головном мозге, которая будет отражена в концентрации в артериальной крови, а значит в альвеолярном газе, примерно соответствует тому, что вы выставили на испарителе. То есть, как правило, будет примерно такая картинка, если мы работаем с эвофлураном, предположим, на потоке 1 литр, у вас стоит 2-2,5 объемных процента на испарителе, вы видите ФИ 2%, предположим, и энтайдл, ЕТ, то есть концентрация на выдохе, где-то 1,5 объемных процента. Вот по сэвофлурану, после того, как вы на высоких потоках провели индукцию, либо провели внутривенную индукцию и подключили дозу насыщения, где-то к 6-7 порой минуте, зависит от потоков, наступает равновесное состояние, и именно по его достижению вы сможете перейти на низкопоточную анестезию. На десфлуране состояние эквилибриума достигается быстрее, где-то 2-3 минута. И еще один момент надо помнить, что несоответствие между установленной на испарителе и доставленной концентрациями у сэвофлурана больше, примерно 1,5. У десфлурана меньше 12%. Ну, порой можно этой цифрой даже и пренебречь. Ну, а теперь непосредственно к методологии ингаляционной индукции. Начнем нашу анестезию. Итак, методология ВИМа или Volatile Induction and Maintenance of Anesthesia – это вариант, когда ингаляционный анестетик применяется как для индукции, так и для поддержания анестезии. Вы спросите меня, зачем нам ингаляционная индукция? И надо ли нам ею владеть? Однако вы не задаете же себе вопрос, а зачем вам внутривенная индукция? Это однозначно такой же метод, которым должен владеть каждый анестезиолог. Помимо ряда преимуществ, о которых я скажу чуть ниже, есть одно очень важное в наше время. Дело в том, что методология ВИМа позволяет избежать вот этого отрезка поверхностной анестезии, когда концентрация внутривенного анестетика начала снижаться, а концентрация ингаляционного анестетика, которую вы подключили, еще не достигла должного уровня. Вы ингаляционно доходите до нужной глубины анестезии и, отключив поток свежего газа, подсоединяетесь, включаете поток свежего газа и имеете ту самую концентрацию, на которой вы остановились. Вот они преимущества ингаляционной индукции. Ну, я буду говорить здесь больше о севофлоране. Скорость индукции сопоставима абсолютно с действием внутривенных анестетиков, но при этом, и это очень важный момент в некоторых ситуациях, спонтанная вентиляция сохраняется в 4 раза чаще, чем при индукции пропофола. Индукция комфортна достаточно. Отсутствие страха и боли, связанных с катетеризацией вены, особенно у детей. То есть мы сначала проводим масочную индукцию, достаточно поверхностную, а потом уже можем спокойно катетеризировать вену. Очень простая методика перехода от индукции к поддержанию анестезии. При этом снижается фармакологическая нагрузка на пациента. Примерно в 1,5-2 раза уменьшается доза наркотических аналогетиков и снижается доза миорелаксантов. Снижается риск неблагоприятных изменений газообмена и гемодинамики. Ну и плюс ко всему, при вот такой моноанестезии мы имеем быстрое и прогнозируемое, самое главное по времени, пробуждение пациента после прекращения подачи ингаляционного анестетика. Однако к методу есть и противопоказания. Это злокачественная гипертермия в анамнезе. Это любые осложнения, связанные с предыдущим применением ингаляционных анестетиков. Это клаустрофобия. Это травмы и деформации лицевого скелета, которые обуславливают невозможность с масочной вентиляцией. Это ожог верхних дыхательных путей, высокий риск аспирации, отказ пациента и наличие внутричерепной гипертензии, так как мы говорили в прошлой нашей лекции с вами. Надо сказать, что из всех ингаляционных анестетиков, что первого, что второго, что третьего поколения, препаратом выбора для ингаляционной индукции является севофлоран. Потому что помимо низкого коэффициента распределения кровь-газ, он обладает наименьшим раздражающим действием на дыхательные пути. И это очень важно, особенно у детей. И вот в этой очень серьезной работе показано преимущество севофлорана перед привычным в детской анестезиологической практике галатаном. Два основных метода индукции севофлораном. Это индукция с предварительным заполнением контура наркозного аппарата смесью, содержащей не менее 6 объемных процентов севофлорана. Может быть, два варианта. Overpressure или болюсная индукция, когда форсируется насыщение жел смесью. И индукция смесью, содержащей эти самые 6-8 объемных процентов севофлорана при спокойном дыхании пациента. Честно скажу, я сторонник именно вот этой методологии степ-даун. И второй вариант это методология степ-ап или ступенчатая индукция или прогрессивный метод. Это индукция без предварительного заполнения контура наркозного аппарата смесью севофлорана. Как проводить методологию степ-даун? Мы заполняем контур наркозного аппарата смесью, содержащей не менее 6 объемных процентов севофлорана. Вот по такому алгоритму. Закрываем тройник дыхательного контура, устанавливаем на испарителе 8 объемных процентов севофлорана, устанавливаем поток кислорода 8 литров в минуту, ждем полторы минуты, либо 7-8 раз сжимаем мешок резервуар после его наполнения. Накладываем маску на лицо пациента, просим дышать спокойно и ровно. Я обычно прошу сделать полный выдох пациента через маску, задержать дыхание и потом подключаю тройничок наркозного дыхательного аппарата, контура. И таким образом получается, что пациент вольно-невольно первый же вдох делает газоанерготической смесью. плотно удерживаем маску на лице пациента, наблюдаем за его сознанием, за частотой глубиной дыхания, показателем гемодинамики. И очень важный момент, это постоянно поддерживаем контакт с пациентом. Потому что как только он перестанет отвечать на ваши вопросы, значит наступила утрата сознания. Как только наступила утрата сознания, начинается и заканчивается в 20 примерно процентов случаев стадия ажитации, за которой последует стадия кратковременного апноэ, порой до 40 секунд, и дальше включается машин-брезинг, то есть машинное дыхание с дыхательным объемом где-то 300-400 и частотой дыхания от 20 до 25 в минуту. Методология степ-ап, когда мы наоборот повышаем постепенно концентрацию, заключается в следующем. Включаем поток кислорода 8 литров в минуту, начинаем приоксигенацию и не убирая лицевую маску, устанавливаем на испарители 2-3 объемных процента селфлорана. Ну и постепенно на каждые 5 вдохов пациента повышаем концентрацию на 1%. Известная старая методика, именно так работали в свое время галатаном, именно так работали в свое время эфиром. И продолжаем индукцию на фоне сохраненной спонтанной вентиляции пациента до достижения желаемой МАК. Опять же, поддерживать с пациентом постоянный контакт. Дальнейшая тактика. Как только пациент потерял сознание, мы с вами должны снизить поток свежего газа до 4 литров в минуту, уменьшить концентрацию селфлорана до 2 объемных процентов. И вот на этих параметрах мы можем совершенно спокойно проводить масочную анестезию на фоне сохраненной спонтанной вентиляции. Потому что ее глубина будет достаточно для выполнения катетеризации вены либо для выполнения эндоскопии. До 70% всех эндоскопий в мире происходит как раз таки в условиях вот такой ВИМА анестезии. Следующий вариант. Мы можем также уменьшить концентрацию на испарителе до 2 объемных процентов. При потоке свежего газа либо 2 либо 4 литра в минуту зависит от объема вашего мониторинга газового. Вводим внутривенно-наркотические аналгетики. Как правило хватает фентанила полтора микрограмма на килограмм. Вводим миорелаксанты и по мере получения эффекта выполняем ларингоскопию и интубацию трахеи. Важная деталь прежде чем мы начнем ларингоскопию не забудьте убрать поток свежего газа. Не надо загрязнять операционную. Не нужно совершенно вам самим дышать анестетиком. Еще один вариант развития событий. Вы можете продолжать масочную индукцию до тех пор, пока не почувствуете тот момент, что пациент ну извините за сленг, как мы говорим понятнее, дал челюсть. То есть до момента расслабления мышц нижней челюсти. И далее выключаете поток свежего газа, убираете масочку и совершенно спокойно без миорелаксантов устанавливаете ларингеальную маску. Следующий вариант это когда вы точно так же на потоке 4 литра в минуту и на концентрации 4,6 объемных процентов достигаете МАК-ТИ, то есть МАК-Интубации трахеи и вот это уже степень глубины угнетения сознания это почти 2 МАКа позволяет выполнить ларингоскопию и интубацию трахеи без использования миорелаксантов либо наркотических аналогетиков. Но в среднем это где-то третья минута от начала индукции. Надо сказать, что оба метода хороши и степ-даун и степ-ап вот замечательный Кокриновский обзор, который сравнил два метода и показал, что совершенно нет различий между различными возможными какими-то побочными эффектами в виде кашля, в виде ларингоспазма, который крайне редко бывает на Севофлуране. Но однако по собственному опыту я могу сказать, что если степ-даун вариант, то есть тот вариант, когда мы высокую концентрацию снижаем потом до рабочей концентрации до одного мака, позволяет обеспечить индукцию в пределах одной минуты. Тогда как методология постепенного наращивания, метод степ-ап, это в среднем 3, а то и 4 минуты. Зависит, конечно, от состояния пациента. Надо сказать, что методология ингаляционной индукции даже рекомендована в качестве быстрой последовательной индукции у пациентов с морбидным ожирением. И то, о чем мы сейчас с вами только что поговорили, выдана Европейская ассоциация анестезиологов в виде вот такой вот схемы у этих пациентов. Порой у них очень важно сохранить спонтанную вентиляцию, и это можно достичь, используя только Севефлоран. Очень важный момент. Успех любой вашей ингаляционной индукции, а тем более у пациентов с ожирением, зависит от вашего умения овладения маской. Точно так же, как сейчас рекомендует у пациентов с COVID-19 не вентилировать, держа маску одной рукой, точно так же лучше проводить индукцию. Маска должна быть крепко прижата, крепко фиксирована, желательно двумя руками анестезиологами. Что касается индукции Деслурана. FDA не рекомендует применение Деслурана для индукции у детей, но однако он может быть анестетиком выбора для индукции у взрослых. Почему нельзя у детей? Ну, потому что, как видите, вот на этой выдержке из FDA лейпл достаточно серьезное возможно количество побочных эффектов. Мы посмотрели, как можно работать, как можно осуществлять ингаляционную индукцию Деслурана, решив применить его в амбулаторной практике, в хирургии одного дня, и в результате была разработана вот такая методология индукции Деслураном. Надо сказать, что помните, мы с вами отметили, нельзя применять болезненную технологию Деслураном, значит, остается только один вариант Step Up. Итак, это методика без предварительного заполнения контура наркозного аппарата смесью Деслурана, воздуха и кислорода. То есть, мы выполняем приоксигенацию, далее мы вводим фентанил, 2 микрограмма на килограмм, и начинаем ингаляцию Деслурана через лицевую маску при потоке 4 литра в минуту методом Step Up. Сначала устанавливаем 2 объемных процента, и далее через каждые 5 вдохов повышаем на 1 объемный процент, ну, вплоть до 15 объемных процентов, хотя, ну, практически редко это бывает, контролирует так же, как и при работе с элфлураном, состояние сознания пациента, частоту и глубина дыхания, показатели кровообращения. И, как правило, после достижения фи-анестетика в 1 мак, то есть 6 объемных процентов, концентрацию на испарителе, любую, какая она была, мы снижаем до 8 объемных процентов. Что получается при таком варианте индукции? Почему мы выбили амбулаторную анестезию? Потому что очень хорошо себя зарекомендовал метод, когда мы без миоплегии устанавливаем ларингеальную маску и в дальнейшем на спонтанной вентиляции проводится ингаляционная анестезия на редуцированном либо на низком потоке. Вернее, на редуцированном потоке, не ниже 2 литров в минуту. Перед вами результаты мы их опубликовали в свое время еще в 2015 году. Успешной была в достаточно большом количестве процентов случаев ингаляционная индукция что Деслураном, что Севафлураном. Однако, в отличие от Севафлурана, Деслуран почти в 95-97 процентов случаев давал остановку дыхания. ларингоспазм и кашель суммарно вместе с ажитацией составил не более суммы, еще раз подчеркиваю, не более 15 процентов. То есть, действительно, методология совершенно возможна к применению, но в тех случаях, если вы не планируете в дальнейшем проводить анестезию на спонтанной вентиляции. Как мы проводим анестезию дальше? Ну, как работать с Севафлураном, наверняка все из вас знают прекрасно. После того, как провели мы ингаляционную индукцию, мы с вами разобрали четыре варианта развития событий, и мы примерно в промежутке от 2-х мак-эвэйк до полутора мак работаем с Севафлураном, плюс фентанил до 3-х микрограмм на килограмм в час. Ну, на обычной операции средней продолжительности и средней травматичности. Вообще, при работе галоген-содержащими анестетиками третьего поколения, конечно же, рекомендуется минимал-флоу анестезия, либо лоу-флоу анестезия. Мы с вами помним еще по прошлому разговору, что при работе с Эвафлураном поток ниже одного литра не рекомендуется. Такого ограничения нет у Десфлурана, и Десфлурана мы работаем по минимал-флоу анестезии, и это себя оправдывает прежде всего с экономической точки зрения. Но, однако, мы не рекомендуем использовать газоток менее 0,4 литра в минуту, ну, то есть где-то 0,2 литра это кислород и 0,2 воздух. Если вы работаете аппаратами неэкспертного класса, неэкспертного класса. Еще одно важное правило это не надо работать Десфлураном без наркотических аналогетиков, как вы это может быть иногда позволяете себе при работе Севофлураном. На Севофлуране тоже не надо работать без наркотических аналогетиков, другое дело, что на Севофлуране потребность в наркотиках несколько меньше, чем при работе Десфлураном. Минимально безопасная доза фентанила в периоде поддержания анестезии Десфлураном это 2-3 микрограмма на килограмм в час. Но я бы даже сказал от 2-3 микрограмм на килограмм в час. Мы посмотрели и сравнили в той же амбулаторной практике сравнительную характеристику выполнили периодов поддержания анестезии после наркозного пробуждения на Севофлуране и на Десфлуране. Поскольку это были непродолжительные вмешательства нетравматичные вмешательства то вы видите потребность в фентаниле была 2,3 микрограмм на килограмм в час в группе Десфлурана и более чем в 4 раза меньше на Севофлуране. Абсолютно стабильная гемодинамика. Абсолютно одинаковое количество частоты критических инцидентов. Абсолютно одинаковое течение по сути дела анестезии. Интересная очень работа которая немножечко поменяла даже ну скажем так мою точку зрения на анестетическую активность Десфлурана. И надо сказать что есть еще пара публикаций на эту же тему работа посвящена тому что посмотрели насколько эквипотенциальная дозировка Севофлурана и Десфлурана выглядит при мониторинге например стресса индекса Surgical Platte Index и мониторинге БИС. Оказалось что при эквипотенциальной концентрации в один МАК на Десфлуране ниже БИС в среднем примерно на 5 нормированных единиц и ниже значения плетизмографического индекса в среднем примерно на 15%. Это показывает что все-таки Десфлуран обладает по-видимому большей анестетической активностью нежели чем Севофлуран. Важный момент о котором надо помнить если вы работаете в таракальной хирургии и вам нужно проводить однолегочную вентиляцию. При этом варианте вследствие нарушения соотношения вентиляции перфузии снижается как артериальная так и венозная концентрация севофлурана примерно на четверть на 25-26% Десфлурана на 29-30% вот этот момент нужно учитывать обязательно для того чтобы проводить адекватную анестезию. Мы с вами подошли к этапу завершения анестезии и здесь я озвучу пожалуй то что каждый из вас знает давным-давно дошел до этого эмпирически дошел до этого по собственному опыту а эта работа просто демонстрирует каким образом регулируя поток свежего газа вернее его величину мы с вами можем замедлить либо ускорить выход из ингаляционной анестезии то есть удлинить либо укоротить период ранней после наркозной реабилитации. Ну очень хорошо этим пользоваться в практической анестезиологии то есть например вы видите что лаборатомия хирурги перешли к послойному ушиванию вы идете в минимал флоу анестезии на деслуране в 1,3 мака то есть что вы делаете вы уходите на 0 на испарителе но при этом оставляете минимальный поток и пока хирурги заканчивают послойное ушивание вы как раз подойдете очень близко к мак эвейк но конечно не надо будить пациента пока хирурги работают но как только они закончили вы тут же можете дать высокий поток 6-10 литров в минуту по кислороду и соответственно получить быстрый и гладкий выход пациента из наркоза что касается периода восстановления мы с вами в прошлый раз говорили что в среднем восстановление сознания на 2-3 минуты происходит раньше при использовании деслурана но несмотря на более быстрое восстановление сознания нет значимых различий между двумя анестетиками в более поздний период после наркозной реабилитации именно поэтому оба анестетика могут также использоваться и в амбулаторной анестезии могут использоваться при реализации фаст-трек технологии что еще по периоду восстановлений надо сказать что вот в этой работе подчеркивается возможность использования деслурана при длительных вмешательствах вне зависимости от того сколько длилась операция 2 часа или 12 часов скорость выхода пациента из анестезии будет примерно одинаковая особенно если будут соблюдаться такие правила как конечно же поддержание нормы термии и оптимально проводить не только макоориентированную анестезию нос и бис ориентированную анестезию ну у нас осталось немножечко времени поговорить о некоторых особенностях о применении у разных групп пациентов галоген содержащих анестетиков третьего поколения вот в этом очень хорошем мета анализе систематизированном ревью четко показано что послеоперационного восстановления у пациентов с морбидным ожирением протекает гораздо быстрее после анестезии деслураном по сравнению с другими анестетиками именно поэтому деслуран в одно лицо вы видите я даже выделил прописан в протоколе то есть протокол проведения анестезии в бариатрической хирургии потому что это протокол 19-го года почему именно деслуран потому что он является препаратом выбора у пациентов с ожирением и занимает достаточно большую нишу в практической анестезиологии что за рубежом что потихонечку и в нашей стране тоже и севафлуран и деслуран конечно же это анестетики фаст-трек технологий почему ну потому что быстрый вход быстрый выход возможность использования методологии ВИМа мы также посмотрели и сравнили течение периода после наркозного пробуждения и при достаточно небольшом количестве побочных эффектов в виде ажитации либо 8% ларигаспазм на выходе после удаления ларингеальной маски после деслурана мы видим очень четко что через полчаса после восстановления сознания в гораздо лучшей форме скажем так находятся пациенты после анестезии деслураном они они раньше достигают степени восстановления по шкале Алдрит 9-10 баллов почему в фаст-трак технологиях выбирают чаще всего деслуран очень хорошая статья в BMC гириатрикс которая четко в выводе показывает что деслуран как агент поддержания анестезии должен стоять на льгидирующих позициях при реализации фаст-трак технологии не могу не упомянуть о фармакоэкономических аспектах практического использования ингаляционной анестезии галоген содержащими анестетиками третьего поколения мы с вами помним что маку деслурана выше в три раза ну казалось бы стоимость одного часа анестезии этим препаратом должна быть выше однако с учетом того что деслуран можно использовать на потоке один литр в минуту и ниже вплоть до метаболического потока эта скорость становится пропорционально ниже по сравнению с эвофлураном это стоимость вернее извините замечательную работу провели в клинике прав делами президента и Ринат Равич Губальдулин с авторами выполнили большую работу показав что при примерно одинаковых затратах экономическая эффективность составила почти почти 200 операций то есть да на 11 миллионов рублей потратили в год больше на деслуран они однако стоимость на одну операцию получается в пределах одинаковой поэтому 200 оперативных вмешательств в условиях анестезии деслурана позволяет говорить что применение анестезиологических схем на основе деслурана показывает большую эффективность с наилучшим показателем затраты эффективности и снижения бюджетного времени ну и завершая наш разговор выполняя свое обещание в прошлый раз я уже демонстрировал этот слайд показывающий что ни в одном из гайдов посвященных анестезиологическому обеспечению пациентов с ковид-19 и респираторным дистресс синдромом в принципе не указано на преимущество того или иного анестетика да только на сайте американской ассоциации анестезиологов я нашел упоминание о нежелательности применения ларингеальной маски у этих пациентов по понятным причинам ну есть теоретическая негерметичность а значит есть теоретическая возможность аэролизации газонаркотической смеси нужно или нельзя применять галоген содержащий анестетики этот вопрос я задавал коллегам и прошлый раз показал вам предварительный анализ мы достаточно серьезно обсуждали эту проблему потому что ну посмотрите с какого бока посмотреть мы знаем что ингаляционные анестетики способны блокировать механизм гипоксической вазоконстрикции да и это плохо это плохо это плохо потому что это компенсаторный механизм профилактики нарушений соотношения вентиляции перфузии которые естественно нарушены при ОРДС но с другой стороны ингаляционные анестезии за счет бронходилатации теоретически способны увеличить вентиляцию в зонах гиперперфузии на фоне микротромбозов а вот это может быть как как ничто другое хорошо ложится на ту теорию микроклотс которые ну буквально на днях мы беседовали с профессором Лондоне во время вебинара проведенного с подачи Валерия Владимировича Лихванцева что пишет Лондоне мы предполагаем что предрасположенных людей вслед за вирусным повреждением альвеол развивается воспалительная реакция и микрососудистый тромбоз легких этот прогрессирующий эндотериальный тромбовоспалительный синдром может также распространяться на микрососудистые русла мозга и других жизненно важных органов что в общем-то и приводит к полиорганной недостаточности и гибели пациент с другой стороны опять-таки мы имеем достаточное количество публикаций правда больше экспериментальных но есть и клинические работы которые показывают что например Деслуран предупреждает вентилятор ассоциированное повреждение легких у лабораторных животных с острым респираторным дистресс синдромом мы имеем работы которые наглядно демонстрируют причем это недавние работы 19-го года о эффективности ингаляционной седации в реанимационных отделениях у интубированных пациентов с и без ЭКМО даже в промпозиции мы имеем замечательные вот такой вот анализ который размещен вот на этом сайте Sedana Medical Call в котором суммированы то возможное влияние ингаляционных анестетиков в частности изофлорана или сэофлорана на ОРДС по сравнению с внутривенными анестетиками и ну в целом можно характеризовать что наверно больше все-таки положительного влияния ингаляционной анестетии у пациентов с ОРДС но это классическое ОРДС и про это даже уже целая монография вышла в начале этого года ингаляционная седация в отделении реанимации и контрапунктами там выделена возможность применения ингаляционной седации с эвоизофлораном у пациентов с острым респираторным дистресс синдромом но повторяю при COVID-19 мы все-таки имеем дело не с классическим ОРДС синдромом и поэтому отвечая на вопрос есть ли место галоген содержащим анестетикам третьего поколения при анестезиологическом обеспечении пациентов с COVID-19 я скорее всего останусь при своем мнении затрудняюсь ответить нужно обсуждать в каждом случае нужно смотреть комплайнт нужно смотреть пациента и я не могу дать рекомендацию в виде не вижу проблемы в применении итак те цифры которые я приводил в прошлый раз остаются пока что актуальными и на сегодняшний день потому что за прошедшую неделю я опять-таки не нашел никакой информации о том какой анестетик более благоприятен у пациентов с COVID-19 поэтому давайте останемся на том о чем мы говорили неделю назад внутривенная анестезия у пациентов с COVID-19 ну а у всех остальных больных совершенно спокойно мы можем использовать все те преимущества современной ингаляционной анестезии галоген содержащими анестетиками которые я постарался вкратце упомянуть на протяжении этих двух лекций благодарю вас за внимание уважаемые коллеги к трансляции присоединяется модератор напоминаю онлайн школа аккредитована в программе НМО для получения 6 баллов программы вам необходимо участвовать в трансляции не менее 270 минут и закрывать баннеры контроль присутствия в случае выполнения этих условий коды подтверждения образовательных активностей будут предоставлены вам в течение 14 дней после завершения трансляции вы получите уведомления по электронной почте и сможете скопировать коды подтверждения в своих личных кабинетах в разделе онлайн семинары статистика а сейчас мы переходим к ответам на вопросы которые вы прислали Алексею Мурадовичу в чате первый вопрос поступил от Андрея Владимировича он спрашивает как рассчитать объем израсходованного ингаляционного анестетика для этого есть определенные формулы например математическая модель лоу и так далее однако современные наркозно-дыхательные аппараты в общем-то обладают встроенным чипом для того чтобы определить объем израсходованного анестетика спасибо Игорь Николаевич пишет не приходилось ли вам встречать работы о влиянии стратегии адаптации резистентной и толерантной на развитие послеоперационного когнитивного дефицита интересная мысль нет не встречал Александр Николаевич благодарит вас за лекцию спрашивает когда произойдет регистрация в России препарата для борьбы со злокачественной гипертермией Ну это вопрос наверное скорее все-таки комитету ФАР по борьбе со злокачественной гипертермией но насколько я в курсе злокачественная гипертермия уже внесена в регистр орфанных заболеваний и здесь наверное сейчас все будет упираться не скажем так не в регистрацию препарата а в наличии дистрибьюторов наличии тех людей которые будут подставлять препарат страну потому что путем несложных математических расчетов можно понять что это ну мягко говоря не очень выгодно именно поэтому сейчас препарат имеется в основном в частных клиниках спасибо Михаил Юрьевич интересуется возобновлен ли выпуск глотана ну вот знаете как-то не не интересовался этим вопросом никогда я знаю что два завода еще года три назад в стране выпускали глотан но выпускает ли сейчас нет не знаю не буду зря говорить спасибо Олег Владимирович просит вас определить противопоказания к низкопоточной анестезии ну наверное два главных противопоказания это первое это отсутствие у вас соответствующего оборудования которым вы можете обеспечить безопасной низкопоточной анестезией и второе наверняка не надо применять у пациентов с нарушением соотношения вентиляции кровоток спасибо Анастасия Дмитриевна интересуется вашим отношением к индукции севофлюраном при предполагаемой трудной интубации весьма положительное потому что есть даже ну вот тот протокол который я вам показывал европейский он как раз таки предполагает непреднамеренную трудную интубацию трахею пациентов с морбидным ожирением и именно ингаляционная индукция позволит вам в 4 раза чаще сохранить спонтанную вентиляцию единственный конечно важный момент если вы собираетесь интубировать без релаксантов на ингаляционной индукции то обязательно предварительно двукратно орошение гортаноглотки лидокаином лидокаином именно этот этот метод в качестве одного из разумных вариантов в тех случаях когда по шкале Москва ТД риск трудной интубации оценивается в 1-2 балла и должен рассматриваться как вариант первой линии спасибо Александр Григорьевич пишет если сдвинуть начало подачи севофлюрана ранее внутривенной индукции можно ли избежать зеленого окна поверхностной анестезии ну надо полагать можно надо полагать можно но я вам хочу просто подчеркнуть опять-таки опираясь на то о чем мы с вами уже говорили что если вы хотите сохранить органопротективные свойства галоген содержащих анестетиков третьего поколения то лучше использовать их в моноварианте спасибо Сергей Викторович пишет Алексей Мурадович многие коллеги с которыми приходится общаться сообщают что больные с COVID-19 требуют необычно больше седативных и наркотических препаратов для седации можете ли вы прокомментировать такую информацию я могу лишь предположить да у нас примерно такая же информация поступает с мест в Московской области достаточно много на сегодняшний день пациентов на длительной уже искусственной вентиляции легких пациентов с COVID-19 я полагаю что один из вариантов механизма это банальная такефилоксия спасибо Владимир Викторович спрашивает на вашей практике часто ли вы проводите взрослым индукцию севофлюраном ну во-первых это амбулаторная анестезиология да проводим во-вторых это все те варианты обеспечения оперативных вмешательств когда мы предполагаем использование ларингеальной маски и спонтанной вентиляции спасибо Евгений Александрович благодарит вас за прекрасную лекцию спрашивает об особенностях анестезии десфлюраном при операциях электрофизиологических исследований и радиочастотной абляции честно говоря я таких особенностях не читал не читал и мы эти операции ну к сожалению не столь хорошо как нужно в плане ингаляционной анестезии оборудован у нас кабинет для РЧА и НДФИ нам приходится проводить под пропофолом то есть интервен анестезии спасибо Олег Викторович благодарит вас за лекцию спрашивает какова оптимальная методика эвакуации севофлюрана из операционной активная вытяжка прежде всего ламинарные потоки вариант номер 2 их сочетание это вообще идеально большое спасибо спасибо